здравствуйте дорогие друзья вы на канале это еще давно я не снимал видео это связано с тем что я работаю мне сейчас просто физически не хватает времени на создание новых видео сегодня хочу вам показать как можно создать ambient текстуры которые вы можете использовать своих трек что такое ambient текстуры это фоновые звуки которые могут находиться на одной высоте то есть высоте ноты и в них в этих фоновых текстурах меняется тембр меняются частоты но высота остается на одном уровне то есть это как бы одна нота который постоянно происходит какие-то тембральные изменения это основа вообще эмбиента эмбиента той жанр а музыки в котором очень мало чего происходит смысле мелодии то есть там нет особой мелодии или если она истина очень коротенькая маленькая обрывчатая вот в эмбиенте в основном есть поэты то есть фоновые звуки в которых меняется тембр в эмбиенте нету четкого ритма нету четкого темпа там постоянно все меняется вот значит как я уже сказал нету мелодии это фоновые просто фоновые звук который вы можете потом использовать как я уже сказал своих треках кроме того он ambient он может расслаблять он может клонить ко сну вот если например вам не спится после рабочего дня вы можете включить какую-нибудь ambient композицию и настроившись под нее вы можете уснуть конечно музыка в жанре ambient бывает разной есть светлый ambient есть темный ambient есть индустриальный ambient космический ambient природный ну и так далее то есть каждый из них имеет какую-то особенный значит для этого нам понадобится какая-нибудь музыкальная студия виде там studio и блитон битвик там кубейс про тулс ну и так далее итак значит смотрите что нам понадобится нам понадобится какой-нибудь синтезатор можете использовать встроенные синтезаторы которые есть в его студию а можете использовать что-то сторонние любой абсолютно любой синтезатор вы можете использовать давайте мы определимся например синтезатором вот у меня такой шарлатан есть такое название синтезатор который кстати дает очень качественный звук очень прозрачный тембр и этот синтезатор кстати бесплатный так ну что ж давайте напишем какую-нибудь простую мелодию причем мелодию можете использовать абсолютно любую даже ту которую не вы сочинили так теперь напишем мелодию да друзья видео получится я думаю длинным так что имейте это ввиду настраивайтесь на это можете смотреть частями ну как вам удобно итак давайте напишем какую-нибудь мелодию например слишком высоко определимся с тональностью допустим это нас будет фа-мажор и напишем вот такую вот мелодию ритмично она не будет похожа на оригинал это будут просто ноты нам главное сейчас просто создать музыкальную основу и так сожалению меня пока нету миди клавиатуры все никак не могу купить думаю вы узнали что это за мелодия хотя я как уже сказал она не следует ритму оригинала это одна из частей симфонии антонина дворжака который называется симфония из нового света и вот сейчас я когда у послушал вот мелодию без основного ритма да который есть в оригинале это чисто видите пентатоника чувствуете да ритм как именно ритм распределяет ноты создает настроение а так у нас просто вот набор нот вот ну мы же сами создаем музыкивальную ткань сейчас справа потом повторяется Берем вот это и копируем Вот так Кстати, если вы не слышали эту симфонию То, кстати, рекомендую послушать Она очень-очень красивая В ней очень много разных мелодий Красивые сочетания инструментов, ритмы В общем, обязательно послушайте Итак, это, значит, первая часть мелодии Теперь пишем вторую часть мелодии Тоже не следуя ритму Это будет звучать вот так И снова повторяется Ну вот Вот, теперь я здесь поправил кое-что Так как нота чуть-чуть запаздывала Итак, значит, у нас есть основа Что мы делаем дальше? Дальше мы открываем микшер FL Studio Так, значит, на синтезаторе, которым мы написали мелодию Мы назначаем какой-нибудь канал Например, это, допустим, первый канал Да, вот он первый канал И теперь, смотрите, мы на первый канал Вешаем такой плагин, как Эдисон Вдаваться подробностей я не буду Что это за такой плагин Но вы смотрите Я буду это комментировать Только по сути Итак, что нам нужно сейчас делать? Нам нужно вот эту вот мелодию Которую мы написали в виде MIDI Превратить Превратить в аудио Это можно сделать по-разному Это можно просто сделать рендер файла Но в данном случае мы сделаем по-другому Мы будем использовать Эдисон Значит, Эдисон мы используем для записи Для редакции различных аудиофайлов Смотрите, что мы делаем Мы включаем запись Включаем запись И записываем вот эту вот мелодию В Эдисон В виде WAV файла Итак, поехали Нажимаем запись Вот здесь нажали запись И проигрываем наш паттерн То есть вот эту вот мелодию Достаточно Здесь мы также нажимаем стоп И вот, как видите, наше MIDI Теперь уже превратилось в аудио формат Так Значит, здесь мы настраиваем Вот этот файл Таким образом, чтобы тишина Вот эти вот горизонтальные линии Которые говорят нам о тишине Чтобы они были обрезаны Для этого мы воспользуемся вот этой кнопочкой Нет, извиняюсь, не этой А где же вот эта кнопочка Которая обрезает Ну да, вот этой кнопочкой Да Да, именно этой кнопочкой Как видите, у нас убрались вот эти горизонтальные полосочки То есть мы убрали тишину Далее мы воспользуемся еще одним моментом Это создадим fade in То есть постепенное увеличение громкости До основной величины этой громкости И также воспользуемся fade out Так, значит Можно вот сейчас прослушать вот этот кусочек Так как у нас после обыгрывания конца Мы снова вернулись в начало Мы сейчас этот момент откорректируем Вот, вот здесь Минуту Вот, вот где-то здесь Мы вот это сейчас обрежем Вот так И теперь создадим fade out и fade in Но для этого нам нужно указать Где мы будем делать fade in С помощью обозначения участка И нажатия вот этой кнопочки Fade in Видите, у нас там слева вверх Вверху пишет fade in Отлично, fade in готов И также мы теперь сделаем fade out Вот, начиная отсюда и сюда Нажмем вот эту кнопочку Fade out Итак, у нас теперь есть Вот такой вот Аудио формат Послушаем Идеально Ну что ж, друзья мои Теперь одно из ключевых В данном видео Я вам показываю такой лайфхак Который вы наверняка Не знаете А может и знаете Я не знаю Давайте сейчас вам покажу А дальше уже Вы напишите в комментариях Знали ли вы про это или нет Смотрите, друзья мои Одним щелчком Буквально одним щелчком Сейчас я превращу вот эту мелодию Которая не следует оригиналу Ритма оригинальной композиции Оригинальной мелодии Просто в музыкальную текстуру В ambient текстуру Как же я это сделаю Смотрите Я нажму Вот На эту кнопочку Эта кнопочка Замылит Вот эту всю мелодию И превратит ее В один сплошной Такой вот Один сплошной Значит Музыкальный Фон Итак Нажимаю на нее Далее Здесь Можно Сделать Настройки Но я Оставлю Как вот Есть Все по умолчанию Как вот Будет показано И нажму Accept То есть я согласен Смотрите Что произошло То есть все как бы Замылилось Теперь оно стало таким Плотным И кстати Надо еще сделать Normalize Normalize То есть мы Нормализуем Значит Уровни громкости Смотрите Что у нас произошло Это говорит о том Что теперь Вот этот Фрагмент Будет звучать Громко И давайте Послушаем Волшебство Начинается Видите Мы с вами Создали Текстуру И дальше Мы будем Ее Редактировать Так как Нам вздумается Смотрите Для того Чтобы начать Редактировать То что у нас Находится В Edison Нам нужно Вот этот музыкальный Файл Теперь перекинуть В плейлист Для этого Мы откроем Плейлист Нажмем Вот на эту Кнопочку И перетащим Теперь вот этот Музыкальный файл На одну из дорожек Отлично У нас Готово Теперь Edison Можно закрыть И вот наш Музыкальный файл Аудио файл Назначим его На первый канал Вот так Отлично Edison Здесь уже можно Выключить Так как он Свою роль Выполнил Теперь чтобы Чтобы музыка Не вступала Вот так вот Резко Мы создадим Файды Но уже на Мастер канале С помощью Create Automation Клип А вот так Увеличим Нашка Размер И вот Так Сделаем Вот так Вот у нас Теперь готов Очень такой Оригинальный Fade in Можно Сделать Подольше А можно Еще Подольше Идеально Теперь Что делаем Дальше Дальше Мы с вами Берем И Смотрите Сколько У нас Здесь Тактов Раз Два Три Четыре Пять Пять Тактов Правильно Теперь мы Растягиваем Вот этот Файл С учетом Того Что здесь У нас Будет Выбран Stretch Audio Вот Надо нажать Сюда Обязательно И растягиваем Теперь Вот этот Audio Файл На еще Пять Тактов То есть Раз Два Три Четыре Пять До Одиннадцатого Такта Растягиваем Что произойдет Сейчас То есть Мы буквально Множили на Два И соответственно Мы сейчас Если вы знаете Теорию музыки Опустили Высоту Этой Ноты На Одну Октаву Послушаем И Кроме Того Мы Растянули Музыкальный Значит Файл Аудиофайл И теперь Мы удлинили Нашу Композицию То есть Это уже Не Пять Тактов А уже Это получается Десять Тактов То есть Дольше А Эмбиент Это как раз Очень долгая Музыка Можем Еще Растянуть На Десять Тактов Чтобы Получить Еще На Октаву Ниже Но В данном Случше Мы этого Делать Не будем Кроме Того Что мы Растянули Данный Файл На Десять Тактов Мы Сами Получили Какие Частоты Значит Мы Получили Низкие Частоты И Средние Отлично Теперь Мы Копируем Данный Файл И Превращаем Его В Unique Make Unique Значит Вот Этот Файл Ну Или Трек Давайте Будем Назвать Трек Этот Трек Мы Сами Сократим На 5 Файлов Чтобы Получить Высокие Частоты Конечно Сейчас Это Будет Звучать Очень Громко И Это Будет Клипировать И Нам Нужно Будет Настроить Уровни То Есть Громкость Итак Давайте Займемся Этим Значит Вот Этот Второй Трек Который У нас Будет Отвечать За Высокие Частоты Мы Назначим На Второй Канал И Сразу Подпишем Значит Первый Канал Мы Назовем Low Что Означает Низ То есть Низкие Частоты Второй Канал Мы Назовем High Что Означает Высокие Частоты И Дальше Конечно У нас Будет Еще И Третий Канал Но Всему Свое Время Итак Настроим Теперь Эквализацию Так Моя кошка Заходит В комнату Она Открывает Дверь Вот Она Заходит Сейчас Заходит Идет К солнцу А дверь Оставляет Открытой И это Мешает Потому что Там Сторонние Звуки Давайте Я сейчас Закрою И Приду Итак Я вернулся И давайте Теперь Настроим Эквализацию Для Трека Low То есть Вот Этого Первого Трека На Время Я Выключу Высокие Частоты И Назначу Теперь На Первый Канал Какой Нибудь Эквалайзер Допустим Это Будет Про Q3 Фаб Фильтр Так как Мы Назначаем Этот трек На Низкие Частоты Соответственно Мы должны Оставить Низкие Частоты И убрать Высокие И Часть Средних Для этого Мы Воспользуемся Например Одним Из Презетов Который У нас Называется High Cut И Настроим Хорошо Звучит Конечно Громко Поэтому Мы делаем Его Потише Теперь Переходим К Второму Каналу Где У нас Висят Высокие Частоты Назначаем Сюда Также Эквалайзер И Срезаем В нем Соответственно Низкие Частоты То есть Low Cut Вставляем Вот эти Высокие Частоты Так как Они Высокие Они Соответственно И звучат Громче Мы Их Делаем Тоже Потише Теперь Включаемся Вместе И Смотрим На Мастер Канал Так как У нас Здесь Висит Рутилимитер Он У нас Будет Обрезать Конечно До Нулевого Уровня То есть Он Не Будет Допускать Чтобы Громкость Превышала Нулевой Уровень И Мы Сейчас Как раз Посмотрим Есть Ли Клипирование Заметили Да Разница Где У нас Только Низкие Частоты Где Высокие Клипирования У нас Нет Все Замечательно То есть Эдисон В данном Случае Вообще Никакой роли Простите Лимитер Вроде Лимитер Никакой роли В данном Случае Не Играет Итак У нас Вы чувствуете Такая полная Стереотекстура Получается Продолжим То есть Скопируем Вот этот Трек Вот сюда Здесь У нас Видите Происходит Некое Видите Несовпадение То есть Не стыкуются Эти два Файла Ничего страшного Мы можем просто Их наложить Друг на друга Зажатым Альтом В данном Случае Это Несущественно Послушаем Отлично А теперь Друзья мои Мы с вами Приступим К Одному Очень Интересному Действию Где мы Создадим Движение Вот в этой Музыкальной Текстуре Для этого Я Скопирую Вот этот Файл То есть Трек Назначу Его на Третий Канал На Третий Канал Вот так Вот И назовем Мы этот Канал Движение То есть Динамика Дай Делать А сейчас Вы все Увидите На Время Отключу Вот эти Два Трека Далее Повешу Сюда Один Эквалайзер Например Прокю 3 Опять Таки Да И смотрите Что мы Будем Делать Создадим Значит Bend Path Вот Выберем Bend Path Narrow То есть Он будет Обрезать Низкие И высокие Частоты И оставлять Буквально Небольшой Фрагмент Частот В том Диапазоне Где у нас Будет Вот эта Зеленая Точка Это Такой Значит Фильтр Называется Bend Path Смотрите Что у нас Звучит А что будет Если мы Начнем Двигать Вот эту Точку По Горизонтальной Оси Вы чувствуете У нас Создается Движение Окей И что же Нам Сейчас Придется Сделать Друзья Мои Мы Попробуем Создать LFO Для движения Вот Этой Самой Точки LFO Как это Мы сделаем Смотрите Так как ProQ3 У нас Сторонний Плагин То Для Автоматизации Опций И функций Сторонних Плагинов Мы Воспользуемся Вот Такой Тактикой Нажмем Вот сюда Просто Нажмем Также Вот на Эту Точечку У нас Видите Сплывающее Такое Сообщение Появилось Значит Что У нас Произошла Запись Этой Самой Автоматизации Теперь Мы Нажмем Правую Кнопку Мыши На Эту Ручку И Выберем Вот здесь Create Automation Clips Опаньки У нас Создалось Два Клипа Автоматизации Два Клипа Автоматизации Один Будет Отвечать За Частоту А другой За Широту Этой Самой Частоты Смотрите Чтобы Создать LFO То есть Движение Которое Будет Систематическим То есть Туда Сюда Туда Сюда Не так Как Я вам Показал Хаотичным А именно Оно Будет Происходить Вот таким Вот Образом То есть Равномерно Для этого Мы Воспользуемся Смотрите Чем Вот Здесь У нас Есть Такая Точка Нажимаем На Нее И Выбираем Channel Settings То есть Настройки Канала У нас Здесь Появляется Вот Такое Окошечко Здесь Выбираем LFO Отлично Теперь Нам Нужно Настроить Движение Нашей Точки Вот По Этой Кривой Как Видите Мы Создали С вами Такой Булькающий Звук Это Благодаря Вот Этой ЛФ Теперь Давайте Настроим Вначале Скорость И Как видите У нас Вот здесь Вот эта Точка Передвигается Равномерно От одного Края К другому Конечно Можно Это Сделать И Самому То есть Не С помощью LFO А Самому Настроить Клип Автоматизации Это Я вам Просто Показываю Как Пример Так Так Как У нас Ambient То Движение Оно Слишком Быстрое Соответственно Мы Еще Замедляем Ну Допустим Вот так Итак У нас Есть Теперь Движение По Определенным Частотам И Чтобы Теперь Сделать Более Интересным Вот Это Звучание Мы Ему Добавим Атмосферы То есть Добавим Комнаты Это Можно С помощью Либо Реверберации Либо Дилея То есть Эху Давайте Выберем Валхалу Например Валхало Дилей Повесим Конечно Это На Третий Канал И Здесь Просто Хаотичным Образом Выбираем Тот Презет Который Нам Понравится Ну Чем Вам Не Космос Да Давайте Просто Прощелкаем Презеты А как это Будет звучать В сочетании С Остальными Треками Давайте Послушаем Отлично У нас Тебе есть Динамик Замечательно Так Идем Дальше Друзья Мои Вот Этот Вот Автоматизейшн Клип Мы Настроим Уже Вручную А Как Вот Смотрите Я просто Хаотически Просто Буду Вот так Кликать То есть Создавать Вот такие Вот узелки Хаотично Совершенно Хаотично И Что Они Дадут Вы Сейчас Увидите Вот так Сейчас Мы Включим ProQ3 И вы Видите Как Вот то Что я Сделал Будет Отображаться Здесь Вот видите Уже Не так сильно Ошибается Отлично Теперь Давайте Все Это Дело Приструним С помощью Компрессора Вот так Чтобы Оно Не Поднималось Мы Сделаем Степень Сжатия Таким Вот 5.40 Пусть Будет Атаку Полностью Уберем И Трешол Мы Опустим Видите Теперь Уже Зашквала Нет Вот То Что Было И То Что Стало То Мы Фактически Подровняли Уровни Самого Низкого Звука Звука То есть Низкого По громкости И Самого Собства Вот Собственно Для этой Цели Существует Компрессор Конечно В данном Случа Здесь Нам Не Нужно Атаки Так Как Мы Создаем Просто Текстуру Ну И Теперь Чтобы Подровнять По Громкости Мы Воспользуемся Red Гол Видите У нас Теперь Такого Зашквала Нет Но Динамика Тоже Пропала Потому Что Теперь Громкие Тихие Звуки На Одном Уровне Доходится Соответственно Мы Чуть Чуть Увеличим Рейш Чтобы Поднялись Опустились Можно Немного Проподнять Стрешел Все Отлично Итак Мы Подровняли С вами Уровни Уровни Громкости Включаем Теперь Остальные Звучки Отлично У нас Теперь Есть Низкие Частоты У нас Есть Высокие Частоты Низкие Низкие И Средние Частоты Частоты Низкие Частоты Ну как-то вот так 1600 герц Отлично И теперь давайте мы с вами создадим еще один трек Вот этот вот трек мы скопируем Кинем его сюда Назначим ему Так, стоп Назначим ему четвертый канал И назовем Этот трек Саб То есть здесь у нас будут саб басы Те самые басы, которые придают энергию Так Отключаем все остальные каналы И вешаем теперь на четвертый канал Друзья Эквалайзер Вот они саб басы Ну конечно они звучат громко Мы это все настроим Делаем потише И так как друзья мои это у нас саб басы Это низкие частоты То желательно их вывести в моно С помощью вот этой крутилки Вот так Видите, мы звук Теперь привели в центр Вот визуализируйте Вот так он у нас И справа, и слева И окружает нас А вот так мы его привели в центр А ну как, давай, перед нами Вот, видите, теперь он перед нами Теперь нам нужно Включить Лоу Лоу и мид И послушать Без саба Саба Попробуем чуть пониже сделать Лоу Чувствуете, да? Вот этот низкий гул Вот Придает Расширение И энергию Можно даже его Погромче чуть-чуть сделать Отлично Итак, мы разобрались с сабом Теперь у нас есть саб частоты Есть высокие частоты Низкие и средние Но что мне хотелось бы здесь еще кое-что поправить Друзья мои Дело в том, что это творческий процесс И в процессе возможно какие-либо изменения То есть это вот не догма Типа взял, сделал так и осталось Нет, ты можешь поменять Например, здесь я решил поменять кое-что А именно убрать с канала низких и средних частот Собственно, сами вот эти сабы Я же их не убрал Поэтому те самые сабы, которые мы вывели в моно Они не так заметны Сейчас мы отсюда уберем эти саб частоты И также немного захватим низких частот Чтобы саб частоты стали слышимы Итак, берем здесь вот такой, значит, фильтр И теперь будем обрезать Слушая только low Вот эти То есть мы вот это вот убрали с вами Те самые саб частоты, которые здесь звучат в стерео Итак Вот так было до того, как мы убрали И видите, оно освободилось, стало чище Отлично Теперь включаем сабы Вот оно Видите, сабы звучат в моно И уже не мешают Вот так бы они создавали шум Это было бы то же самое, что я бы не обрезал Вот эти самые частоты на первом канале Вот так я их вывожу в моно Слышите, да, вот этот низкий гул Вот нету его А вот оно само То есть тот самый фундамент Вот он Ну что ж Теперь отлично Давайте соединим теперь все эти треки вместе Замечательно Можно теперь экспериментировать Например, Valhalla Delay Можно здесь выбрать другие презенты Давайте посмотрим Давайте посмотрим Субтитры сделал DimaTorzok Итак, мы с вами создали Вот буквально 10 тактов Мы можем теперь это все размножить Вот таким вот образом обозначая И просто вот так передвигая На следующие такты Если, как видите, у нас нету стыковки То просто передвигаем эти файлы То есть треки Вот так вот Чтобы они накладывались друг на друга Соответственно Вот таким вот хаотическим образом Так, так, и так Видите? В момент, когда произошел переход Нету никаких щелчков, ничего Почему? Да, потому что у нас все сделано правильно Поэтому нету этих самых щелчков Вот так вот, друзья мои Теперь смотрите Что можно еще сделать Конечно же, это не все Здесь можно теперь экспериментировать Можно вешать различные плагины Такие как Delay, Valhalla На отдельные треки Такие как High, например, Low Динамик мы уже повесили На примере динамика показал То же самое можно к High применить К Low И также можно добавить Не со всей силой действия данного эффекта А с небольшой То есть просто покрутив вот эту вот ручку Например, на 30-40% Чтобы оно полностью не занимало действие эффект Но сейчас я вам покажу еще кое-что интересное Смотрите Мы на мастер Хотя не на мастер Можно это, например, на канал High Попробовать Вот на канал High Повесить, например, такой эффект Который называется ShaperBox Он создает различные эффекты ритма Эффекты сайдчейна Как видите, здесь много разных эффектов Я покажу на примере эффекта создания ритма На примере вот этого For to the floor Смотрите, что сейчас произойдет С этим треком Так, включаем High Оставляем только High, друзья мои И слушаем Круто, да? Это еще не все Теперь мы добавим еще один фильтр То есть эффект дилея После ShaperBox С вот таким вот презетом Слушаем Вот с этим Но можно выбрать и другие Как видите, у нас появился ритм Дальше можно настроить сам Эффект Ввести его в моно В стерео А можно и автоматизировать эту ручку Понимаете, да? Давайте теперь послушаем со всем вместе Субтитры создавал DimaTorzok 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 Можете создавать вот такие вот эффекты переходов Эффекты динамичные и так далее Ну, просто я вам показываю Представьте себе, что это автоматизация То есть в начале у нас все такое прозрачное Звучит это на протяжении, скажем, 20-ти танцев А потом постепенно из поеду вылезает вот этот эффект И потом снова уходит Понимаете, да? То есть в режиме лайв, я вам показываю просто Так, экспериментируем дальше Субтитры создавал DimaTorzok То есть я вам всего лишь показываю вот, друзья мои, вот основы А дальше вы можете уже отталкиваясь от того, что я вам показываю Создавать полноценный длинный трек хоть на целый час А что будет, если мы повесим вот этот самый ShaperBox Например, на основной канал, на мастер А? Давайте попробуем Это же тоже всего лишь эксперименты, да? Итак, где он у нас? FX, ShaperBox Так, давайте с High выключим его пока что, да? Вот так И дилейку тоже выключим с трека High И давайте здесь снова выберем тот же самый эффект Послушаем Мы как бы добавили бит или лук А теперь мы сами добавим еще Valhalla Delay На мастер канал С вот таким вот презетом Либо этот, либо этот Сейчас скажу вам точно Да, вот этот Я зацвищу много шумностей Вот это Смотрите Берем вот это все Копируем Перекидываем сюда Хаотичным образом Абсолютно хаотично Мы же пишем Ambien, да? Где нету четкого следования ритма Мелодии Нету никаких правил, друзья мои Это просто саунд дизайн Смотрите Вот видите, что мы сделали, да? Сколько у нас тут уже? 77 тактов Теперь Идем в микшер И пока что выключаем ShaperBox Ну давайте, ладно Давайте создадим клип автоматизации Вот он, клип автоматизации Вводим его в ноль Вводим слушателя в атмосферу White И постепенно настраиваем на На равномерное биение в его сердце А, у нас здесь Скорбировалась также вот эта Пайды Нам не нужно Через какое-то время Слово уходит Козелик И снова Мы плаваем в этом океане Пространство Музыкальная текстура Музыкальная текстура Можно автоматизировать вот эту ручку Чтобы создавать изменения в тембре Настроить уровни крупности Уже после всего этого То есть Жаняться с видением Можно развести, например, некоторые каналы в моно Можно автоматизировать То есть моностирио Моностирио Можно создавать вот такие Внезапные Внезапные Торможения Одним словом Крутить эти ручки Как вам занимается Ну так звучит слишком сухо, да? Вот вам, друзья мои Основа создания Эмбенда Ну, как я это И здесь можно сделать фейд-аут И таким образом заканчивается Ну вот, друзья мои Надеюсь, вам было интересно И вы что-то новое для себя подчеркнули Я вам показал, как можно просто из ничего Фактически из набора звуков Создать Эмбиент текстуру А дальше ее настраивать Так как вам Захочется Использовать различные эффекты Фильтры Развести все это по каналам Соответственно, низкие частоты Средние, высокие частоты И уже в них настраивать уровни громкости Добавлять к ним эффекты И в конце концов На мастер Повесить какой-нибудь фильтр ритма Например, как шейпер бокс И превратить все это В такую вот интересную Музыкальную Эмбиент композицию Кстати, друзья мои Напоследок Напоследок Я вам хочу включить Недавно я написал трек Значит, тоже вот В таком вот стиле И применяя вот такую вот технику Это будет в самом конце видео Друзья мои Ну, и на этом я С вами буду прощаться Я всех благодарю Кто посмотрел данное видео Ну, а на этом я с вами прощаюсь До новых встреч И послушайте сейчас Вот данную композицию Которую я написал Применяя вот эту технику Создания Эмбиент текстуры 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 Эмбиент текстуры